Весной в Архангельской области была утверждена региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов. Минимальный взнос на проведение работ 6 рублей 10 копеек с квадратного метра. Платить его мы начнем в конце года, а вот способ накопления средств определить нужно уже сейчас. До 29 августа архангелогородцы на общих собраниях в своих домах должны решить, как копить деньги на ремонт крыши, фасадов, подвалов и фундамента, лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем, на установку общедомовых приборов учета по потребности. Основных вариантов два. Либо аккумулировать деньги на спецсчете своего дома, либо перечислять региональному оператору в так называемый общий котел. И то, и другое касается жителей домов, износ которых составляет не более 70%. Только они попали в региональную программу капремонта. У нас в фонд, в программу попали 3889 домов. Это всех домов по городу Архангельск. Как правило, многоквартирные большие дома от 5 до 9-этажных. Способ формирования фонда капитального ремонта выбирают спецсчет. На сегодняшний день приняли по спецсчету 935 домов. Спецсчет в банке практически единогласно выбирают ТСЖ и кооперативы. В этом мы убедились на собрании представителей нескольких товариществ собственников жилья. Председатель ТСЖ Никольска Ирина Пучинина подсчитала. За перевод денег к региональному оператору проголосовало лишь 2% жильцов ее дома. Мы выбрали способ формирования денег на капремонт на спецсчете, который открыли 30 июня вот этого года. Деньги будут аккумулироваться именно на спецсчете именно нашего дома, а не где-то там в общем котле у регионального оператора. Деньги можно будет расходовать исключительно по решению собственников на общем собрании. Вот наш дом по срокам стоит в 43-м году. Крыша, предположим, потечет в следующий год. Предположим, 1400 за год мы соберем, мы примем решение, что у нас эти деньги мы в этом году снимаем на капитальный ремонт крыши. Спецсчет своего дома – вариант для активных и инициативных. Тех, кто может самостоятельно находить подрядчиков, проводить ремонт по мере необходимости и уверен, что деньги на эти цели будет собирать жильцов своевременно. Если переводить взносы на счет регионального оператора, он сам будет обязан провести ремонт. Но лишь тогда, когда подойдет ваша очередь. Сотни домов Архангельска дождутся этого, если вообще дождутся, на последнем этапе программы с 38-го по 43-й год. А что, если уже лет через пять крышу снесет? Решать проблему придется самостоятельно. Вариант с региональным оператором, казалось бы, подходит жителям деревяшек. Самые ветхие в очереди на ближайшие 5-10 лет. При тарифе 6 рублей 10 копеек с метра денег на спецсчете для проведения ремонта их обитателям просто не накопить. По подсчетам специалистов, экономически обоснованным для жителей деревянных домов был бы тариф в 29 рублей. На такой финансовый удар по кошелькам граждан не пошли. Но ремонт проводить региональный оператор обязан, поэтому он может привлекать деньги, накопленные жильцами других домов, на капитальные работы в конкретной деревяшке. При этом собственникам квартир в ней все равно придется своими взносами погашать этот, по сути, кредит. Представители регионального оператора уверяют, чтобы вовремя проводить такие ремонты и покрывать разницу между установленным тарифом и экономически обоснованным, необходимо привлекать бюджетные средства. Когда программа капитального ремонта Архангельской области наберет свои обороты, когда вступят в силу все основные нормативные акты, мы полагаем, что дефицит бюджета может быть порядка 3-4 миллиардов рублей в год. Ни одному бюджету самостоятельно с этим вопросом не справится. Так же, как ни одному муниципальному образованию, соответственно, те денежные средства, которые необходимо будет до вносить в систему капитального ремонта, должны быть получены из других источников. То есть, как мы говорим, это кредитование и финансовая поддержка. Дефицит в 3-4 миллиарда рублей – это по всей области. Бюджет Архангельска при таком раскладе недосчитается около миллиарда рублей в год. Это приведет к очередному урезанию средств и замораживанию программ по социально-экономическому развитию города. Без федеральной финансовой поддержки муниципалитет региональную программу капитального ремонта просто не потянет. Алексей Корейский, Олег Ширяев, Панорама Севера. Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения знаменитого флотоводца, героя Советского Союза Николая Кузнецова. Торжественный митинг в честь этой даты прошел у памятника адмиралу в Архангельске. Уроженец Архангельской области. Он начал карьеру с должности рассыльного в Архангельском порту, а потом, приписав себе два лишних года, поступил в Северодвинскую флотилию. Накануне нападения Германии в июне 41-го адмирал Кузнецов перевел флот в боевую готовность номер один, не дожидаясь официального приказа Сталина. Это помогло избежать потерь в первый день войны. Сегодня не вызывает сомнений. Имя адмирала Кузнецова – синоним развития русского флота. Он создал указом своим Нахимовское военно-морское училище, которое я закончил в 77-м году. Семь лет я отслужил в соединении ракетных катеров, которое в 37-м году своим приказом учредил на Сахалинской флотилии Тихианского флота опять же Николай Герасимович Кузнецов. Сегодня отдать дань уважения адмиралу пришли и ветераны флота, и продолжатели морских традиций кадеты, а также активисты молодежной организации «Юность Архангельска». Традиция собираться у бронзовой скульптуры флотоводца родилась четыре года назад, в день установки памятника. Здесь, в 12-летнем возрасте, в полуэкипаже Северной флотилии, Северодинской флотилии, начинал свою морскую деятельность еще юнгом. И здесь вот находится училище имени Воронина, а теперь это Арктический университет. И вот место выбрано не случайно здесь, вот на берегу Северной Двины. И уже стало доброй традицией выпускники Арктического университета вручаются им дипломы, именно здесь у адмирала. Это памятник, величественный памятник, не только дань уважения, а вот как человеку Николаю Герасимовичу Кузнецову, но и как символ морской славы. Нашим всем морякам в первом порту нашей России, в колыбели военно-морского флота России. В память адмирала собравшиеся почтили минутой молчания, после чего к подножию монумента возложили цветы. Торжественный митинг открыл череду мероприятий, посвященных Дню ВМФ России. 75 лет назад этот праздник был установлен приказом адмирала флота Николая Кузнецова. Артемий Заварзин, Ольга Красулин, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Информация для владельцев маломерных судов. В связи с проведением мероприятий Дня военно-морского флота изменен режим движения по главному судовому ходу, а также в районе стоянки кораблей. С сегодняшнего дня запрещено плавание всех судов и буксировка плотов правым берегом реки Северная Двина, а также между строем кораблей, стоящих на якорях, и в радиусе 50 метров от них. В пятницу и в выходные дни ограничения также будут в силе. Запрещается плавание судов, портового плавания и маломерного флота 25 июля с 18 до 21 часа по московскому времени. Это репетиция парада. И 27 июля с часу до 18.00 по московскому времени это, собственно, парад. За исключением речных пассажирских судов, совершающих прогулочные рейсы по акватории порта от причала. И запрещается подходить к причалам МРВ в период парада военных кораблей, который пройдет 27 июля с часу до 3 часов по московскому времени. Не снимутся ограничения и по окончании праздника. 28 июля с 9 до 16 часов, когда военные корабли будут покидать Порт-Архангельск, выезд на реку горожанам также будет запрещен. Работодатели должны отчитаться перед Пенсионным фондом России до 15 августа. Полным ходом идет прием отчетов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за первое полугодие текущего года. Пенсионный фонд начал принимать от работодателей одновременно расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также сведения индивидуального учета за первое полугодие 2014 года. Отчетная кампания стартовала 1 июля. Последняя дата сдачи отчетности 15 августа. Для платильщиков страховых взносов организована горячая линия и семинары. Подробная информация будет размещена на сайте отделения Пенсионного фонда. Также страхователям в помощь имеется интернет-ресурс личный кабинет плательщиков страховых взносов, в котором они могут уточнить свои платежи, могут найти все формы отчетности, произвести сверку платежей. То есть это им пойдет только на пользу. На сегодняшний день отчетность подали свыше 5000 организаций. В отношении же плательщиков страховых взносов, которые нарушат сроки предоставления документов, законодательство предусматривает применение штрафовых санкций. Чтобы своевременно уплатить страховые взносы и предоставить отчетность Пенсионный фонд России, призывает работодателей не делать это в последний день. Инга Швецова, Ольга Красулина, Панорама Севера. 26 июля в России будут отмечать День работников торговли. Благодаря их трудолюбию решается одна из наиболее важных социальных задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. А как оценивают работу торговой сферы Архангела Городцы в нашем традиционном опросе? Вроде бы все устраивает, как бы обслуживание на хорошем уровне. Нельзя сказать, что что-либо именно не устраивает. Все хорошо. Обычно в продуктовых иногда очень есть просроченные товары, это ужасно раздражает, естественно. А в магазинах с одеждой есть такие… Иногда нет вообще своего размера, а есть в таких магазинах, которые, ну как сказать, то ли раздражают своим навязчивым ощущением помочь покупателю, но когда покупателю это совсем просто не нужно. Идет один ширпотреб. То есть, получается, вот взять хотя бы эти кроссовочки, да, мы за которыми гоняемся, но хорошего товара не видно, все одно и то же. В любой магазин зайди, только цены разнятся. Хотелось бы, чтобы новинки были. В современных магазинах иногда продавцы, они очень невнимательно относятся к покупателям. То есть, ты приходишь, и они начинают сразу внушать тебе товар, не спрашивая, что тебе нравится. Начинают… Просто им нужно продвинуть этот товар вперед. Что можно купить в магазинах, больше товара можно найти в интернете. Очень маленький выбор и очень большие цены в наших магазинах. Все удобнее купить в интернете, и это намного проще и быстрее. Нравится, что с каждым годом все больше и больше нового, то есть интересного. Все-таки Европа к нам ближе становится. Там и в плане одежды можно посмотреть, и в товарах промышленной группы. То есть, как бы, все лучше и лучше. Это не так, как было раньше. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Министерство образования России определило дополнительные сроки пересдачи единого государственного экзамена. Те выпускники 11-х классов, кто по уважительной причине не смог сдать ЕГЭ, в установленные сроки получают возможность пересдать экзамен в этом году. Дополнительные экзамены по всем предметам пройдут в школах столицы Поморья с 14 июля по 16 августа. Кроме того, планируется проведение госаттестации и для выпускников 9-х классов, которые болели в основной период ГИА. Предварительный срок 13 августа русский язык и 16 августа математика. За месяц в Архангельской области выросли цены на бензин. По данным Архангельскстата, на бензоколонках региона цена на самый ходовой бензин марки АИ-92 в июле составила 31 рубль 2 копейки. При этом месяц назад литр этого бензина стоил в области 29 рублей 98 копеек. За этот период также на 1 рубль выросли цены и на 95-й бензин до 34 рублей 68 копеек. Стоимость дизельного топлива наоборот упала. В июле за литр на бензоколонках региона брали 33 рубля 70 копеек, что на 18 копеек меньше, чем месяцем ранее. В Архангельске в местах проведения мероприятий в честь Дня ВМФ будет закрыто движение транспорта. 25 и 26 июля с 9.30 до 12.30 будут закрыты для движения улица Северных конвоев и улица Героя Советского Союза Петра Норицына от проспекта Троицкого до набережной Северной Двины. 27 июля до движения транспорта будут закрыты с 11.30 до 20.00 набережная Северной Двины от улицы Садовой до Карла Липнихта. С 13 до 20 часов улицы Северных конвоев Героя Советского Союза Петра Норицына, Свободы, Карла Маркса, Попова, а также улица Воскресенская от проспекта Троицкого до набережной Северной Двины. Пожароопасный сезон в Архангельской области в самом разгаре. На днях очередное возгорание произошло на острове Голец в Белом море. С огнем боролись работники единого лесопожарного центра. Все подробности у Екатерины Грицыенко. Остров Голец – излюбленное место отдыха жителей Архангельска и Северодвинска. Возможно, именно деятельность человека и стала причиной возгорания. Сейчас мы видим, как с острова возвращается первая группа парашютистов пожарных. Они тужили возгорание на площади в 25 гектаров. На остров Голец были направлены 9 сотрудников Архангельского отделения единого лесопожарного центра. На ликвидацию огня потребовалось около суток непрерывной работы. Применяли мотопомпу, бензопилы, минполосу делали, РЛО заливали водой. Все способы, которые у нас существуют, те использовали. Голец – особо охраняемая природная территория регионального значения. Одна из частей Двинского заказника. Наиболее притягателен для туристов растущий здесь сосновый бор или так называемый беломошник. Именно он является причиной столь быстрого распространения огня. Везде костры. Третий раз это пожар уже. Сначала 125 гектаров, потом 5 гектаров, сейчас 25 гектаров. Скоро полостров уже сгорело. С начала пожароопасного сезона в лесах по море произошло 66 возгораний. Эта цифра в четыре раза меньше прошлогодних показателей. Однако каждый отдыхающий на природе должен помнить, на сегодняшний день в лесах Архангельской области действует особый противопожарный режим. Екатерина Грициенко, Олег Ширяев, Панорама Север. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией Федеральная служба наркоконтроля России провела всероссийский конкурс по созданию и размещению социальной рекламы, антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Его цель – привлечь внимание общественности к проблеме наркомании. Одним из победителей конкурса стал и Архангелогородец Ярослав Курганов. Телемост «Архангельск-Москва» переносит присутствующих в зал коллеги ФСКН России. В эти минуты там идет награждение участников конкурса социальной антинаркотической рекламы. В одной из трех номинаций за лучшее создание и размещение наружной социальной рекламы победил Архангелогородец Ярослав Курганов. Вот он – автор 14 антинаркотических баннеров, которые размещались на улицах Архангелеска с августа 2013 года. «Есть пригладной характер той работы, которую он сделал. Участились случаи обращения на телефоны доверия нашего управления. Соответственно, повысилась результативность управления в части, связанной как раз с реагированием на обращения граждан. То есть возбуждено порядка 25 уголовных дел именно за период этот. И все это связано с тем, что люди видели на улицах города баннеры с соответствующими телефонами и, соответственно, звонили к нам в управление по всем фактам обнаружения случаев незаконного оборота наркотиков». Главная задача конкурса – привлечь внимание общественности к проблеме наркомании, проинформировать население о последствиях наркозависимости и профилактике употребления запрещенных веществ. «Это существенный элемент той большой работы, которая включается и правоохранительные усилия, и медицинскую помощь, и, естественно, просветительскую работу, разъяснительную, потому что куда важнее и, наверное, и гуманнее, и проще даже человека удержать от рокового шага, нежели потом ему помогать, вызволять из этой сети». Эту же мысль изобразили на баннерах и видеороликах 480 участников конкурса из Волгограда, Ханты-Мансийска, Калуги, Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополя, Нальчика, Ростова-на-Дону. А когда вы, архангелогородцы, в очередной раз на улице обратите внимание на баннеры Ярослава Курганова, помните, всероссийское признание они получили в том числе и благодаря вашему неравнодушному отношению к проблеме наркомании в регионе. Мария Воробьёва, Алексей Шаршов, Панорама Севера. В Архангельской области продолжается практика по сдаче оружия и боеприпасов. Всё это делается на возмездной основе. С начала этого года правительством региона установлен порядок и размеры выплат вознаграждений. Всего на эти цели из областного бюджета выделено 350 тысяч рублей. Во всех отделах внутренних дел уже созданы комиссии по оценке сдаваемого оружия. В обязательном порядке проверяют, не использовалось ли оно для совершения преступлений. И лишь затем решается вопрос о денежном вознаграждении его владельца. Приём сдаваемого оружия и боеприпасов на возмездной осуществляется в органах внутренних дел, куда гражданин обращается с заявлением о сдаче оружия или боеприпасов. Гражданина берут объяснение с подробным описанием обстоятельств и источника получения оружия, где, при каких обстоятельствах нашёл или что-то данное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества. И по каждой единице данного вооружения проводится в обязательном порядке у нас криминалистическое исследование. С начала года на возмездной основе от северян принято 87 единиц оружия, более 5000 патронов различных калибров, около 3 килограмм взрывчатых веществ и 19 взрывных устройств. В Архангельске в самом разгаре чемпионат города по футболу. В очередном туре в высшей лиге встречались команда СКК и аутсайдер соревнований «Регион лес». В первом круге фаворит с трудом одолел соперника, забив единственный гол с пенальти на последних минутах. Поэтому очередная встреча не сулила команде СКК лёгкой прогулки. Команда СКК, она в белой форме, перед очередным туром являлась лидером турнирной таблицы по потерянным очкам. После пяти игр в графе победы стояла цифра 5. Соперник фаворита «Дружина регион лес» наоборот замыкала список команд высшей лиги. При этом в большинстве встреч игроки в красных футболках уступали в упорной борьбе. Большинство игр ведем, спускаем в конце концовку матча. То есть проигрываем под конец игры. Эта игра, я думаю, будет не исключение. Мы дадим хорошую игру в начале, а в конце уж посмотрим, постараемся. Откуда такой пессимизм? Почему вы в конце сдаете? Не хватает физухи, мне кажется. Просто мало тренировок. В первом круге «Регион лес» уступил прошлогоднему чемпиону и обладателю Кубка города команде СКК со счетом 0-1. На новом витке противостояния досели аутсайдеры турнира, вновь навязали борьбу лидеру архангельского футбола. Оно и понятно. Вылетать по итогам соревнований в первую лигу никто не хочет. С другой стороны, игроки СКК тоже полны решимости закрепить прошлогодний успех и терять очки не намерены. Правда, в свое рвение к очередным золотым медалям фавориты смогли подтвердить лишь во втором тайме, когда провели гол ворота соперника. Как оказалось, вновь единственный. У нас когда ходят в команде, как фишка, что мы команда второго тайма. То есть мы всегда во втором тайме, в первом тайме играем 0-0, один может, но в втором тайме всегда прибавляем и забиваем, и выигрываем. В чем все-таки ваше главное преимущество, не только над этими соперниками, а над другими, судя по турнирной таблице? Ну, мне кажется, преимущество в том, что у нас уже сыгранная команда, сыгранный состав. Мы уже четвертый год вместе играем. После этой встречи дружина СКК официально закрепилась на первой строчке турнирной таблицы. Правда, игры с основными соперниками, в частности, командой Рома, еще впереди. Алексей Карельский, Олег Ширеев, Панорама Севера. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. 25 июля в 19 часов на стадионе Труд состоится футбольный матч между командами «Водник» и «Рома». Все любители футбола смогут поболеть за наших спортсменов, не выходя из дома, посмотрев прямую трансляцию матча на телеканале ПС. 26 июля в прямом эфире телеканала ПС «Плацконцерт» духовых оркестров из Кирова, Чебоксар и Архангельска участников третьего фестиваля «Дирекцион Норд». А 27 июля с 14 часов на площади мира в Архангельске начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота. На телеканале ПС состоится прямая трансляция праздничных торжеств. Не пропустите. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране, только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сети визоре портала «Правда Севера». В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 25 июля доллар США 35 рублей 8 копеек, евро 47 рублей 17 копеек. На сегодня это вся информация. Вы смотрели программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. В Вельске 25 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь, плюс 16-18. В Котласе облачно с прояснениями 15-16 градусов тепла. В Мирном в пятницу переменная облачность, временами дождь плюс 17-20. В Новодвинске облачно с прояснениями и возможен дождь, плюс 17-18 градусов. В Архангельске 25 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова